Привет! Сегодня я расскажу о своих наблюдениях и своих соображениях по поводу вещей, оставленных в больнице. Итак, возможно, люди-поставшие, которые несколько раз уже лежали в больнице, наблюдают такую ситуацию. При выписке человек, который выписывается, перебирает свои вещи, в сумку их складывает, а некоторые вещи оставляет или дарит. Ну, например, лежали там какие-то фрукты, или остатки печенья, или что-то еще. И он такой себе говорит, ребята, вот я вам тут оставляю фрукты, печенье, то-то-то-се. Так вот, никогда так не делайте. Если вы выписываетесь с больницы, забирайте абсолютно все, абсолютно даже бумаги, которые ваши там будут валяться, лежать, необходимо обязательно забрать с собой с больницы навсегда. Впервые я услышал эту фразу лет 25 назад, когда лежал в больнице. Девочка рассказывала, что при выписке она оставила яблоко и сказала своим палатным знакомым, поделите это яблоко и будьте здоровы. И пока наши знакомые еще недельку лежали, эта девочка возвратилась в эту больницу. Притом с более тяжелым диагнозом. Ну и теперь это страшное мистическое поверье, и я проверил на себе. Лет 12 назад, не лежавший очень долго в больнице, я попал с очень простым диагнозом. После выписки вроде было все офигенно, я сижу дома, и тут я вспоминаю, вспоминаю, что я в больнице оставил чашку. И это, я вам скажу, очень плохо. Буквально через 10 дней я возвратился в больницу с тяжелым диагнозом, и после этого еще несколько месяцев неоднократно туда возвращался. Поэтому заклинаю вас, при сборе и выписке из больницы проверяйте тщательно матрас, под матрасом, под кроватью, тщательно проверьте все тумбочки, за тумбочками, чтобы, не дай бог, никакая ваша вещь, которую вы принесли, не упала где-то за кровать, за тумбочку, или на нижней полке вы ее оставили. А также очень тщательно проверьте холодильник. Очень часто, вот когда заселяешься в больницу, по какой-то причине открываешь холодильник, в палате никого нет, а в холодильнике стоят продукты. Вот это тоже очень плохо. Ну а что с вами, уважаемые зрители? Верите ли вы в эти все приметы? Если верите, или случались с вами подобные или другие какие-то казусы, напишите в комментариях. Благодарю за просмотр, никогда не попадайте в больницу и будьте здоровы! Следите за обновлением, все ссылочки будут в описании. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, и тогда вы первыми узнаете о том, что вышло именно ваше видео по вашей проблеме. До новых встреч на моем канале, не забудьте поставить мне лайк, если вам понравилось это видео. И встретимся еще! Субтитры сделал DimaTorzok